друзья всем привет и добро пожаловать на канал гарный человек меня зовут игорь и я увлекаюсь водородными разработками решил вам записать маленькое видео показать что у меня тут происходит если совсем коротко это водородный генератор я его изначально сделал секционно фитингами всякими соединял оказалось не очень результативно перебрал его поставил по новой поставил в него мембраны которые получилось самостоятельно сделать и мембраны данные позволяли разделять водород от кислорода то есть у нас водород и кислород выходили через разные отверстия и что же получилось фитинги оказались низкого качества и они содержали металлические изделия которые испортили наши мембраны и вот что как они выглядят сейчас мне пришлось переделать сделать новые мембраны перебрать нашу установку и я решил запитать все секционно то есть сделал три секции и на каждую секцию мы будем подавать отдельно напряжение и ток я уже здесь все соединил как вы видите вот шим мощный взял блок питания до 36 вольт прошу прощения на 12 вольт и ток до 30 ампер и мы сейчас с вами включаем это все дело шим у нас ну довольно хорошо работает практически без косяков наша задача давайте посмотрим пока все это функционирует кстати вас не удивляет что газа еще нет он сейчас наберет какую-то свою рабочую температуру и пойдет процесс вот и пошла генерация наша калашматит калашматит работает давайте померим быстренько ток так у нас тут 11 тут у нас 11 и тут 11 9 страненько мы можем конечно чуть убавить у нас есть возможность ну если вы видите к ваш мать это ну шикарненько что касается температуры ну вообще красота одуреть сейчас я вам покажу ничего не происходит относительно но может мы только включили в принципе пока за кадром тоже здесь игрался говорю провод один у меня сейчас я вам покажу довольно существенно об коптился блин подай его дел да и ладно хер бы с ним наша вот генерация довольно неплохая значит друзья что хотел сказать увидел какой-то налет в электролите но это не может быть мембран здесь по сути силиконовые трубки внутри поставил трубки меньшего диаметра чтобы силиконовые трубки не заламывались и в принципе вода дистиллированная была откуда этот налет я грешу на то что в щелочи скорее всего ну что-то добавляет чтобы может быть мука может еще какая-то херовора я не знаю но ему больше ниоткуда взяться если у вас будут какие-то мысли пишите потому что я разбирал мембраны ну когда тестировал они никак ну то есть на них там не может ничего с них снятся они очень тонкие и какой-то налет от них не может быть то есть я грешу что это что-то щелочу но в принципе что у нас генерация идет она выплевывает вон там кислород справа вот здесь кислород и вот водород идет давайте быстренько померяем напряжение напряжение мы будем мерить посекционно 3 вольта так а тут что-то вообще просадка какая-то очень странно а вот 3 странно а видать контакт что ли странно так давайте папа папа по пластинам есть 2 и 8 2 и 8 2 и 7 есть 2 и 8 2 и 8 2 и 8 7 3 так и третья часть 2 и 7 извините что я к вам затылка мне кажется она фиолетово а может быть и нет 2 и 6 2 и 9 но в принципе получается что на пару уходит 2 и 9 вольта значит по току я вам уже сказал давайте еще раз посмотрим по току что у нас тут 11 и 3 скачет генерация неплохая давайте посмотрим сколько сшима у нас идет на нашу установку давайте посмотрим напряжение напряжение он показывает 38 и давайте померяем ток так сможем ли мы в принципе да можем так блин 37 37 37 ампер хотя он рассчитан блок питания блин по моему на 30 ампер ну 37 он выдает вот в принципе согласитесь если у нас 37 ампер и только у нас ток у нас еще раз давайте возьмем 4 пусть 4 вольта будет вот получается где-то 160 ватт вот при 160 ватт смотрите как генерит да я же не ошибся ну да 160 ватт генерация неплохая при 160 ваттах сейчас мы быстренько с вами замерим его производительность и дадим оценку вот вот это данному устройству а вы друзья пишите в комментариях если вдруг что-то я там не так делаю я чайник я я не говорю что этот бог водорода но если вдруг увидите что-то не так делаю какие-то рекомендации хотите дать пишите в комментариях я все читаю и я даже вам оставлю ну то есть и спонтанный ролик но все равно я вам оставлю свою почту вот она здесь сейчас есть пишите на нее ваши предложения как я вам ранее говорила сейчас начинаю разрабатывать установку совершенно нового вида новый источник энергии хочу взять для производства водорода и я думаю это будет интересно давайте немножко отступил давайте замерим производительность данной установки так друзья на в принципе у меня есть бутыль вульфа которую можно замерять но я сегодня решил без него обойтись и без света то есть повторюсь этот ролик спонтанный на замерять мы будем как здесь бутылка 05 воды она уже перевернутая а к ней подведена трубка и она будет наполнять нашу бутылку газом мы отмерим время за какое бутылка 05 у нас наберется и зная напряжение зная ток зная с какой период наша бутылочка наполнится мы сможем понять производительность этой установки и повторюсь мне кажется довольно хорошее решение эти мембраны которые получилось сделать а вот этот осадок не очень хорошее решение пока он не влияет на ток не влияет на напряжение но я думаю вполне что мембраны эти будут забиваться скорее всего то есть у меня была щелочь остатки щелочи я их только что расцвел в дистиллированной воде и а скорее всего какой-то примесь в это еще лучше было потому что другого объяснения вот этим вот хлопьем которые здесь плавают я не могу найти ибо здесь в принципе ниоткуда взяться вот ролик вы сможете увидеть кстати друзья если вдруг там с ютубом какая-то проблема будет заходите в vk в рутуб в дзен смотрите ролики там непосредственно я все работы свои размещаю и пишите комментарии подписывайтесь потому что это что же мотивирует меня дальше этим всем заниматься и делиться непосредственно с вами вот давайте замерим включаем берем так блин сейчас но в принципе пока еще даже этот сейчас роб пока выключил забыл друзья да забыл друзья включить наш этот секундомер поставить его чтобы включить секундомер так пока еще пузыри сюда не пошли они только вот отсюда то есть пока как бы сейчас давление даже выровняется так как только первый как только здесь наберется давление я считаю так будет правильнее замерять мы как только увидим первые пузырики здесь я предлагаю включать потому что ой все пошла жара успел успел друзья успел друзья вы там хотите можете включать ваши секундомеры если у вас время позволяет о смотрите какая генерация ничего себе давайте пока происходит наполнение бутылочки посмотрим что у нас здесь потоку так а в чем прикол той прошу прощения прошу прощения 36 ампер 36 ампер у нас уходит и давайте посмотрим вольтаж напряжение 38 так сушки но это 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 вам не это 3 и 9 вольта одуреть какие хорошие показатели то есть мы пол бутылочки наполнили ой так держимся она уже почти вся полная она уже вся полная сейчас мы доберем до конца ну чтобы максимально точно был замер прошла минута 20 секунд 26 так сейчас наберет она давление ну все полторы минуты получается минута 30 секунд вот пузыри оп 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 все стоп минута 30 секунд представляете за полторы минуты мы с вами получили 0 5 чистого водорода затратив сейчас давайте быстренько посчитаем сколько мы затратили ко мне уже ломится так напряжение 36 умножаем на 3 и 8 136 ватт 137 ватт если быть точным 136 и 8 137 ватт мы с вами затратили на производство получается половины пол литра газа чистого водорода вот меня уже сын зовет поэтому друзья делайте выводы пишите ваши комментарии я с вами прощаюсь пока пока да дорогой я иду